Уважаемые коллеги, в повестке дня целый ряд законопроектов. Часть из них посвящена экономическим вопросам, часть некоторым другим. Начну с законопроекта, который должен сделать более надежной защиту коммерческой, налоговой или банковской тайны. Такую информацию те, кто нарушает закон, могут использовать не только для обогащения, но и для того, чтобы нанести серьезный ущерб как отдельным компаниям, так и гражданам, отраслям, в том числе даже экономике. Документ предусматривает увеличение в несколько раз предельных размеров штрафов для лиц, которые незаконно получили или разгласили коммерческую, налоговую или банковскую тайну. И предполагается, что они будут установлены на уровне, который предусмотрен статьей Уголовного кодекса о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Надеюсь, это позитивно отразится на состоянии экономики, финансового рынка, в том числе валютного сегмента, и помешает тем, кто хочет получить подобного рода прибыль от операции с использованием инсайдерской информации. Кстати сказать, мы в последнее время наблюдаем резкие колебания курса рубля. Все сегодня аналитики признают, что рубль сильно недооценен. Этому способствовали в том числе и недобросовестные игроки. Результат даже люди, которые далеки от биржевых торгов и от того, чтобы следить за всеми колебаниями курса, отправились в обменники. Конечно, их желание подстраховать свои сбережения, оно понятно, особенно на фоне всякого рода слухов о возможности введения дополнительных мер валютного контроля или ограничения движения капитала, для чего нет никаких оснований. То там, то здесь появляются непродуманные инициативы типа ограничений на продажу валюты гражданам. Хотел бы ответственно заявить, что позиция правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации по этому вопросу абсолютно едина. Никаких ограничений на продажу валюты вводиться не должно. И такая ситуация обеспечена нашими золотовалютными резервами, которые весьма значительны и общей макроэкономической ситуацией. Тем не менее, оценки разные делаются, поэтому Центробанк дал целый ряд сигналов важных, в частности, отказавшись от валютного коридора. И регулярных интервенций приняты решения, которые должны успокоить ситуацию. Часть из них касается и рублевой ликвидности. Уверен, что Банк России должен быть услышан и правильно понят. И движение курса перестанет определяться спекулятивной составляющей. Тем более, что фундаментальных причин для дальнейшего ослабления рубля не существует. Основные показатели экономики стабильны. Резервы, как я уже сказал, для развития и для поддержки есть. Банковская система, она в целом устойчива. Ну а мы, как правительство Российской Федерации, продолжим выполнение всех существующих государственных программ и тех планов, которые мы для себя наметили. Сегодня мы обсудим также два законопроекта, которые запустят в России новый таможенный механизм, а именно режим таможенного склада. Это, по сути, такая маленькая особая экономическая зона, точечный аналог такой зоны. Он даст дополнительные стимулы для расширения производства импортозамещающих и экспортно-ориентированных товаров, позволит привлечь дополнительные инвестиции в инфраструктуру. Склады имеют целый ряд преимуществ перед такими классическими особыми экономическими зонами, прежде всего, по, понятно, финансовым причинам и по временным затратам. Как правило, для склада не нужно создавать инфраструктуру с нуля, можно использовать уже готовые площади. Кроме того, ряд затрат несет владелец, не государство. Еще одно очевидное преимущество – это большая компактность, что позволяет более эффективно работать, лучше контролировать ситуацию, ну и сокращает время на выполнение таможенных формальностей. На свободные склады могут поступать любые товары, которые в дальнейшем будут использоваться для производства на территории России. Речь идет и о сырье, о полуфабрикатах, которые приходят из-за границы, либо создаются в России на основе импортных составляющих. Товары, которые попадают или используются на таком складе, освобождаются от таможенных пошлин и налогов. К ним не применяются меры нетарифного регулирования, поэтому мы должны скорректировать налоговое законодательство, в частности, налоговый кодекс, установить возможности обнуления ставки налога на добавленную стоимость при реализации товаров таможенного союза через такие склады. Сегодня определим требования к владельцу помещений, к оборудованию, к обустройству. Рассмотрим так называемый обеспечительный взнос для владельца склада законопроекта. Он предлагается на уровне 5 миллионов рублей. В дальнейшем мы продолжим работу по национальной предпринимательской инициативе. В рамках работы по поддержке отечественного экспорта, защите наших предпринимателей от рисков рассмотрим проект закона, который должен оптимизировать некоторые таможенные процедуры. Затронем сегодня на заседании правительства мы с вами такую чувствительную для нашей страны тему, как моногорода. В середине августа правительство утвердило комплекс мер по повышению их инвестиционной привлекательности. Важно за счет новых проектов преодолеть зависимость городов, по мере возможности, конечно, от крупных предприятий, создавать новые рабочие места. Главное – сделать условия жизни людей в таких городах более комфортными. Этими вопросами займется Фонд развития моногородов. В конце сентября было принято решение Наблюдательного совета Внешэкономбанка. На сей счет сегодня мы рассмотрим вопрос о предоставлении фонду субсидий из федерального бюджета. Деньги в целом выделяются, в целом, подчеркиваю, такие достаточно значительные. Всего планируется направить почти 30 миллиардов рублей, из них 3 миллиарда в 2014 году и 26,5 миллиардов в последующие три года, то есть период с 2015 по 2017 годы. Нам важно запустить новые инвестиционные проекты в моногородах, там ситуация разная. Часть из них способна решать свои задачи самостоятельно, а часть требует действительно государственного внимания и поддержки. Те, которые будут эффективно работать, они смогут создать условия для старта таких проектов, ну и создать управленческие команды, инфраструктуру, необходимую для того, чтобы такого рода проекты реализовывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...